Спонсор показа новостей – магазин «Обойный рай». Сеть специализированных магазинов «Обойный рай» – лучшие предложения по цене, качеству и дизайнерским решениям для оформления интерьера. «Обойный рай» – это более 3000 видов обоев от самых простых до премиум-класса. Фрески, потолочная плитка, ламинат и межкомнатные двери – отличное качество, цвет и дизайн. А также шторы с разнообразием рисунка, фактуры на любой вкус, под заказ или готовые. В магазин «Обойный рай» приходи и выбирай. По адресу Московское шоссе, дом 53 и Северная площадь, дом 5А. Как всегда, «Обойный рай» удивит своими ценами. Здравствуйте! В эфире новости на канале ОТВ Серпуха. В студии Ирина Баракина. И сегодня главная тема выпуска. О насущном. Дмитрий Жариков провел прием жителей в рамках декады, посвященной 17-летию партии «Единая Россия». Массовая эвакуация. На базе стационара ЦРБ прошла тренировка спасательных служб города. Уникальный экспонат, старобряческие иконы и собрания Анны Мараевой будут представлены на выставке в Москве. В Серпухове продолжается декада по личному приему жителей Серпуховой района, которая приурочена к 17-летию партии «Единая Россия». Сегодня с жителями встречались глава города, секретарь местного отделения партии Дмитрий Жариков и глава Серпуховского района, заместитель секретаря Игоря Ермаков. В этот раз были подняты вопросы жилищно-коммунального хозяйства, социальной политики, спорта и образования. Все проблемные темы были рассмотрены и взяты на контроль руководителями муниципалитетов. Напомним, что завтра задать свои вопросы жители смогут главам сельских поселений Серпуховского района, а также руководители управления социальной защиты населения Ирине Ермаковой и представители уполномоченного по правам человека в Московской области по Серпухову и району Ирине Котовой. Массовые эвакуации в школах, детских садах и торговых центрах. По указанию губернатора Московской области, главного управления МЧС Подмосковья и по поручению главы города Дмитрия Жарикова, в Серпухове проходят объектовые тренировки по пожарной безопасности. В них задействованы все экстренные службы города. Удалось ли спасти пострадавших в Серпуховской центральной районной больнице, расскажем далее. Серпуховская центральная районная больница. В кабинете компьютерной томографии возгорания сработала пожарная сигнализация. Пожарные, спасатели, скорая помощь и полиция оперативно прибывают на место. На эвакуацию всего 5 минут. Пожарные выводят мужчину из здания. Его удалось спасти. Пятый этаж. В больнице еще остались люди. Они не смогли вовремя выбраться из помещения. Пришлось спускаться по пожарной лестнице и выпрыгивать из окон. Персоналы пациенты эвакуированы. Пострадавших нет. Объектовая тренировка прошла без нареканий. Сегодня в 11 часов мы тренировались на терапевтическом корпусе. Действия персонала и сотрудников экстренных служб считаю достаточными для того, чтобы обеспечить мероприятие по эвакуации людей. Действия персонала больницы отработаны четко. Стационар оснащен носилками для эвакуации нетранспортабельных пациентов. Пожарная сигнализация исправна. В кабинетах все необходимое. Специальные капюшоны, которые защищают человека во время пожара. Основная цель это тренировка персонала объекта, чтобы персонал знал четко, внятные ясли, чтобы четко были отработаны его действия по эвакуации людей. Основное бремя, скажем так, ответственности и работы по эвакуации людей до прибытия пожарных подрождений ложится на плечи персонала. Пожарные учения в Серпухове проходят по указанию губернатора Московской области, главного управления МЧС России Подмосковья и по поручению главы Дмитрия Жарикова. Глава городского корпуса Серпухова уделяет самое пристальное внимание обеспечению безопасности именно на объектах с массовым пребыванием. Это торговые центры, образование, культура, спорт, здравоохранение. Объектовые тренировки пройдут в больницах, школах, детских садах, учреждениях культуры и торговых центрах города. 26 ноября в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная открытию в столичном музее русской иконы первой выставки старообрядческих икон и предметов. На ней будут представлены экспонаты Серпуховского историка художественного музея, в частности уникальные иконы омовения ног. Подробности в репортаже моих коллег. На старообрядческой иконе «Омовение ног» изображён Иисус, вытирающий ноги апостолом. В преддверии выставки она была отреставрирована, но не полностью. Лишь на одну восьмую полотна реставраторов ожидал сюрприз. Когда мы изучили икону, которая к нам пришла, мы поняли, что есть слой 16 века. Благодаря современным технологиям сейчас можно выяснить, что находится под записью и сколько их произошло. На выставке икона будет представлена именно в таком виде, раскрытой лишь частично. Посетители смогут сравнить иконопись 16 века с изображением более позднего периода на одном полотне. Окончательное решение по продолжению реставрационных работ будет принято уже после выставки. На пресс-конференции, состоявшейся 26 ноября, в информационном агентстве ТАСС присутствовали сотрудники Третьяковской галереи и Серпуховского историка художественного музея. Анна Васильевна собрала большую коллекцию старообрядческого искусства. Это старопечатные книги, которые будут представлены на выставке. Это иконы 15-го, даже 14-х веков. 14-е, 19-е века медное литье, костюм уникальный будет представлен, женский моленный костюм. Мараева также продолжила дело своего мужа после его смерти и собрала замечательную коллекцию. Это потрясающее собрание и понятно каждому из коллекционеров, что мы всего лишь временные хранители этих замечательных памятников, которые должны увидеть наши потомки. Третьяковская галерея представит на выставке уникальную икону – образец византийской культуры конца 14-го века. Она будет выставлена на отдельной витрине под специальным антибликующим стеклом. Музей русской иконы – это очень важный проект. Наш научный коллектив готовил его более года. Мы очень рады приветствовать в наших стенах замечательную коллекцию. Первая выставка старообрядческих икон и предметов в Музее русской иконы в Москве на Гончарной улице откроется уже 30 ноября. В городском музыкально-драматическом театре состоялось открытие четвертых образовательных рождественских чтений. Мероприятие организовано Серпуховским и Монастырским благочиниями при поддержке администрации городского округа. Молодежь, свобода, ответственность. Тема рождественских чтений этого года особенно актуальна. Участники мероприятия отметили – духовно-нравственное просвещение молодежи является одной из важных задач современного общества. Очень радостно, что город нашел в себе ресурсы, чтобы организовать это мероприятие. Ведь очень важно, чтобы образование было не только суммой знаний, но и воспитанием нравственности. В этом году очень важная тема – молодежь, свобода и ответственность. Проблема молодежи – это проблема нашего будущего. Ведь именно молодежь в скором времени придет работать, придет руководить. И от нас зависит, как она будет воспитана и как мы будем жить дальше. В зале городского театра собрались представители администрации и духовенства, педагоги городских школ, старшеклассники. Участники рождественских чтений говорили о важности воспитания подрастающего поколения в православных традициях, о необходимости приобщения детей к культурному и религиозному наследию страны. Время такое сейчас очень сложное. И детям действительно нужно знать, куда нужно двигаться дальше, чтобы нас действительно вели куда, куда нужно. Духовное развитие очень важно для молодежи, чтобы развивалось отношение, чтобы люди могли нормально общаться. Ведь важная ипостасия в нашем обществе – это духовная ипостасия, поскольку без духовности человек практически не может быть человеком. В рамках рождественских образовательных чтений в школах города запланированы круглые столы, мастер-классы, родительские собрания. Следующее мероприятие пройдет уже в четверг, 29 ноября, в Православной гимназии преподобного Варлаама Серпуховского, в Привиденском владычном монастыре. Праздник для мам и детей организовал благотворительный фонд «Проект Жизнь» и Центр саморазвития в потоке. Концертная программа, игры, общения и подарки. Олеся Кенфеева побывала на мероприятии. Под звуки арфы. Внимание детей сосредоточено на струнах и красивых волшебных мелодиях, которые издает один из самых древних инструментов. Такая музыкальная терапия успокаивает, помогает сбалансировать эмоциональное состояние, подталкивает даже к укреплению речевых навыков. Специалисты по работе с особыми детками отмечают благотворное влияние арфотерапии. Если мы говорим об арфотерапии, то скорее это индивидуальная работа, когда ребенок или взрослый садится, прислоняется к арфе и чувствует виброакустическое ее влияние на себе, на позвоночники, на своем эмоциональном состоянии. У меня направление активной музыкальной терапии, когда ребенок вовлечен в процесс. Это можно сделать, поскольку арфа инструмент тихий, с помощью других многих инструментов, как футбляна, гитара, разные шумовые, перкуссию я использую для того, чтобы вывести ребенком взаимодействие. Олеся Дмитриева занимается с детьми с особенностями в развитии уже 8 лет. Играть на арфе для ребят из клубов «Подарок» и «Люмос» она сможет теперь чаще. На базе Центра саморазвития в «Потоке» ежемесячно будут проводиться бесплатные занятия. Кстати, не только с музыкальным педагогом, но и с мастерами йоги. Я подумала, что помощь именно специалистами, которые могут как-то помочь детям нетрадиционными способами, воздействия с помощью звука, с помощью прикосновений, с помощью каких-то вибраций и так далее, это даст большую помощь, чем просто, я не знаю, какие-то деньги на угощение, что-то такое. И мы вот это первый такой случай, когда мы пробуем сотрудничество. Сегодня на празднике 30 семей. Поздравляют мам, а светятся от счастья дети. Елена про нее признается, что большего и не надо. Со своей 14-летней Алисой она никогда не пропускает подобные встречи. Они заряжают добрыми эмоциями. О проблемах, с которыми сталкиваются семьи, воспитывающие особенных детей, сегодня не говорили. Мы в школе учимся в 9-й, отличники мы. Теперь мы посещаем центр «Шанс», туда мы ходим к логопеду. И наш клуб «Подарок», наш любимый клуб, где мы общаемся с такими вот мамочками и детишками. Такие дети, если бы они сидели дома, никому не были бы нужны. А так они у нас общаются между собой. Вот «Проект жизни» нам делали, летом шашлыки, например, мы выезжали. Отметить День матери как-то по-особенному. Благотворительный фонд «Проект жизни» подготовил не только концертную программу для детей, но и развлечений и подарки. И для мамы, для детей, вот у нас наши друзья подготовили и люмасу, и подарку семейным клубам инвалидов по 15 килограмм шоколада, родителям цветы, детям соки, конфеты. У фонда «Проект жизни» еще немало проектов и идей. Как сплотить, помочь в реабилитации, поддержать, организовать праздник. Не оставаться в стороне – главный принцип работы. С 21 по 24 ноября в Доме отдыха Ершова Звенигородского района прошли игры первого тура первенства в Московской области по волейболу детская лига среди команд юношей и младшего возраста 2006-2007 годов рождения. В них участвовали 12 команд. Воспитанники Серпуховской спортивной школы «Русский медведь» заняли третье место в подгруппе и вышли в первую сильнейшую группу первенства. На сегодня это все. Далее прогноз погоды. Следите за новостями на нашем сайте otv.defis.media.ru, на официальном сайте администрации города. Мы также есть во всех социальных сетях. Будьте в курсе событий и не переключайтесь. Далее прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова